Доброе утро! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Начинаем неделю. Сразу забегая вперед, хочется отметить, что через несколько часов состоится наш вебинар. В этот раз правильный вторник. Сына и будет прежним. Коснемся основных фундаментальных событий прошлой недели. Плавно перейдем к основным событиям текущих оставшихся дней. В конце обозначу основные ориентиры, которых можно придерживаться в рамках торговли и спекуляции основными финансовыми активами. Вебинар, напомню, состоится сегодня в 16.30. Всех приглашаю. Буду рада всех видеть. Теперь переходим к текущей сессии. Давайте взглянем на традиционно. Сначала на российский рынок на динамику рубля и поведение нефти. Рубль у нас все-таки не смог закрепиться ниже 50. Но, в принципе, именно это нам и нужно, поскольку мы обозначали, что возможностей для укрепления российской валюты сейчас не так уж и много. Гораздо больше оснований для локальных продаж, с возможностью сохранения девальционного импульса и заведения рубля против американского конкурента в район 55. Текущие актуальные котировки 51 с небольшим. Параллельно сразу давайте посмотрим на графики Brent, что происходит с нефтью. Последние несколько торговых сессий разгрузочные для черного золота. Мы видели, что локальный максимум был обозначен в районе 70 долларов за баррель. После пара скорректировалась, точнее актив скорректировался, локальный минимум был 65. То есть можно сказать, что с локального хая до локального лоу актив потерял уже порядка 10%. С чем это связано? Мне кажется, это все-таки связано с тем, что рынок начинает планировать поведение черного золота данного актива, уже анализируя тот детальный фундаментальный фон, который указывает на возможности коррекции позиции нефтяного актива. С чем это связано? Мы очень долгое время акцентировали внимание на факте расхождения спроса и предложений. Обозначали то, что согласно последним отчетам, в принципе, мировой рынок сейчас находится в избыточном предложении. Получали множество сигналов о том, что спрос недостаточно высок, учитывая слабость мировой экономики в целом. И, в принципе, эта идея, она остается определяющей для нефтяного актива. Если раньше она уже стала причиной коррекции черного золота с уровня 100, практически в два раза ниже 50, то сейчас эти риски по-прежнему актуальны и их не нужно упускать из внимания. Кроме того, в последние наши брифинги мы внимательно оценивали возможности дополнительных комментариев со стороны ОПЕК. И отметили, что 70 долларов за баррель может послужить сигналом для нефтяного картеля касательно того, что они очередной раз выйдут на рынок и проведут вербальную интервенцию касательно того, что объемы и квоты выработки нефти будут оставаться, ну, как минимум, на прежнем уровне. Но, скорее всего, мы увидим даже показатели еще чуть выше уже на ближайшем заседании ОПЕК. Честно говоря, в средствах массовой информации пока такой фундаментальный фон особо не анализируется. Может быть, еще до заседания ОПЕК рынок предпочитает руководствоваться другими критериями, указывающими на возможность поведения нефтяного актива. Это, конечно же, запасы нефти США. В частности, сегодня нас ждет оценка от частного агентства АПИ, и мы с вами об этом поговорим уже завтра. Мы же на ОПЕК обращали внимание. И как бы в подтверждение того, что мы это делали правильно, хочу представить вам вчерашние комментарии со стороны нефтяного картеля касательно того, что они серьезно обозначают возможность снижения прогнозов по ценам на нефть на самое ближайшее время. Это прогноз, который был сделан и на краткосрочную перспективу, также они позволили высказаться и на долгосрок, отметив, что к 2025 году не стоит рассчитывать на цены на бренд выше 40 долларов за баррель. Поэтому, в целом, между строк можно снова прочитать то, что ОПЕК делает ставку на сохранение своей доли на рынке и, в случае чего, готов предпринимать дополнительные шаги, готов корректировать планки по выработке нефти для того, чтобы отстаивать свою позицию и свои объемы, свою долю на рынке энергоресурсов. Что касается ОПЕК, в принципе, мы прекрасно знаем, как агрессивно они могут действовать. Думаю, что через месяц у нас появится возможность оценить серьезный шаг для нефтяного рынка, а в плане новостных поводов уже касательно квоты дневной в рамках ОПЕК. Напомню, что на текущий момент после ноябрьского заседания мы знаем то, что она держится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Но, честно говоря, оценивая последние объемы, можно сказать, что эта планка уже давно поднята. ОПЕК вчера сообщил о том, что, скорее всего, будут и пересмотрены объему в сторону повышения. Поэтому, ребят, по нефти готовимся к очень важному решению, очень важному событию для перспективы этого актива. Это все равно, что готовится к возможности повышения процентных ставок, поскольку это событие влияет на перспективы доллара. Предстоящее заседание ОПЕК укажет на то, каких же целей нужно придерживаться по нефти. Мы с вами делаем ставку на то, что нефть сейчас очень сильно перекуплена и имеет достаточно оснований для коррекции. В принципе, последние торговые сессии явно указывают на то, что началась проторговка. И будем надеяться, что эта проторговка выведет актив к возвращению того коррекционного тренда, которого мы с вами придерживаемся очень давно. Наша ближайшая цель, давайте сначала 65, но в целом можно даже забежать вперед и сразу обозначить 60. Именно туда и продолжаем смотреть. Те, кто присоединился к идее касательно продажи Brent'а с уровней 69,70, уже в неплохом плюсе, но даже те, кто упустил эту сделку, все равно я советую рассмотреть возможности для коротких сделок по этому активу. Рубль, разумеется, в случае снижения черного золота, котировок нефти, также будет оставаться под прессом. Основное фундаментальное событие действия Центрального банка мы с вами уже детально проанализировали. Пока нет оснований переключаться, скажем, на национальный макроэкономический фон, искать какие-то подтверждения дальнейшего движения актива именно со стороны национального рынка. Пока смотрим на самый важный для российской экономики энергоресурс на нефть и пытаемся спрогнозировать поведение рубля. Если сделали ставку на коррекцию Brent'а, значит можно делать ставку на возвращение рубля к той цели, которую мы с вами обозначили в районе сейчас 55, может быть даже 60. Делаем ставку пока на 55. Идем дальше. Евро-доллар. Если не анализировать сегодняшнюю азиатскую торговую сессию, а в целом посмотреть за поведением европейской валюты последние дни, то, разумеется, вы прекрасно можете заметить, как главный валютный риск теряет пункты против американского конкурента. И эта динамика характерна также против всех основных конкурентов европейского актива. С чем это связано? Во-первых, вы прекрасно помните, что в пятницу американский рынок труда сообщил о том, что ситуация на рынке развивается лучше, чем прогнозировалось многими. Хотя мы все-таки вопреки многих ожиданиям делали ставку на то, что официальные данные должны оказаться неплохими и подтвердить то, что американская экономика по-прежнему готова и имеет возможности создавать свыше 200 тысяч рабочих мест. Именно этот показатель мы увидели, даже статистика была еще чуть лучше. Поскольку нон-фарм перролса вернули ожидания, точнее вернули подтверждения на рынке того, что американская экономика восстанавливается, восстановительный тренд сохраняется, значит, также можно говорить и возвращение на рынок прежних спекуляций касательно возможностей ужесточения монетарной политики в самое ближайшее время. Под самым ближайшим временем я какой месяц имею ввиду? Сентябрь. Ну, сентябрь это не скоро еще. Я предлагаю вам сейчас посмотреть на тот месяц, который уже практически маячит перед носом. Это июнь. Тем более, что, помните, делал акцент согласно последним комментариям ФРС, они не исключили июнь из возможных месяцев по монетарной решительности. Конечно же, то, что вероятность того, что ставка будет поднята в июне, она незначительная. Но все-таки в качестве спекуляций и просто касательно того факта, что ужесточение может произойти раньше, чем прогнозирует рынок, достаточно для того, чтобы доллар продолжал пользоваться необходимой поддержкой. Если мы посмотрим на текущие котировки доллара и японской иены, то сможем констатировать, что доллару снова удалось закрепиться выше 120. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Отошли чуть-чуть от евро, давайте снова вернемся к европейскому активу. Помимо хороших данных по Non-Farm Perils, хочу обозначить вам традиционный риск, который никуда не девается. Это риск, связанный с греческим вопросом. Вчера состоялось заседание Еврогруппы. Разумеется, снова обсуждали возможность разблокировки финансовой поддержки для греков, поскольку ликвидность им сейчас очень нужна. Тем более, что вы знаете, сегодня как раз очередная дата исполнения обязательств на 770 миллионов евро перед МВФ. Думаю, что если они исполнят это обязательство, это будет для них непростой задачей, потому что, опять же, проблемы с ликвидностью имеются и это констатируют все. С другой стороны, греческие риски сохраняются, поскольку до сих пор нет пакета реформ. И, значит, нет возможности для того, чтобы тройка международных корректоров пошла навстречу Греции, предоставила им эту финансовую поддержку. А если нет договоренности, значит, тема по-прежнему подвешена. Вопрос снова затянулся. И, согласно последним, скажем, комментариям по факту вчерашней встречи Еврогруппы, думаю, что на достижение соглашения по версии участников заседания потребуется еще несколько недель. Поэтому, ребят, впереди у нас несколько недель серьезной неопределенности для европейского актива и несколько недель спекуляции касательно возможности технического дефолта, который по-прежнему рассматривается как один из сценариев и как вполне реальная возможность для рынка. Хочу обратить ваше внимание еще на интервью, которую дал министр финансов Германии Шойбли в немецкой газете. Смысл этого интервью касался того, что Германия всерьез допускает возможность технического дефолта в Греции. И, честно говоря, такая позиция несколько расходится с той оценкой, которую мы получали раньше, поскольку Германия буквально три недели назад, но если быть точными, месяц назад отмечала, что вообще не видит оснований для того, чтобы Греция покидала расположение валютного блока. Сейчас мы видим, что комментарии идут уже от высокопоставленных чиновников и лиц. И это в целом говорит о том, что очень много по-прежнему трейдеров, инвесторов и даже представителей Еврогруппы рассматривают возможность того, что может случиться самый неприятный и негативный сценарий как для Греции, так и для стабильного валютного блока. Соответственно, если риски для европейской валюты в плане стабильности валютного блока имеются, значит, это также потенциальный фактор разгрузки, который может сказаться на динамике европейского актива в любой момент времени. Имейте в виду и не забывайте о том, что не все так безоблачно для перспективы главного валютного риска. Я всерьез оцениваю возможности возвращения пары евро-доллара сейчас как минимум в район одного и одного. Сейчас до этого уровня остается примерно 200 пунктов, если текущая актуальная котировка 1,2. Зацепился евро за эту отметку? 1,12. В общем, рядом с этим уровнем сейчас и осуществляется проторговка. Еще хочу отметить британскую валюту. Откройте графики, посмотрите. Фунт продолжает оставаться лидером рынка по восходящей бычьей динамике. В целом, с чем это связано? Можно снова за уши потянуть уже итоги выборов, которые прошли в Британии. Это победу одержала партия консерваторов. Соответственно, то, что к власти пришла партия Блэра, разумеется, снизила риски для политической нестабильности и уменьшила опасения трейдеров. К тому же, текущий политический курс уже знаком избирателям, потому что с ним они жили уже много лет. Ничего нового, в принципе, все предсказуемо и нет оснований для негатива. Но в то же время, хочу отметить вам, что ралли по фунту было начато еще после открытия избирательных участков, еще до оглашения первых экзитполов. Это был четверг. В четверг вечера мы уже имели более-менее официальные данные по победе. Ну, и в пятницу точно знали, кто одержал победу. Тем не менее, если посмотреть на понедельник, вчера посмотрите, сколько фунт проделал за одну торговую сессию. Очень много, снова оказалось выше 55, 1.55, даже, можно сказать, добрался до уровня 1.56. И все это происходит на том макроэкономическом событии и новостном поводе, который, в принципе, уже избит. Я считаю, что это опрометчивое решение со стороны трейдеров загнать фунт так высоко. Тем более, впереди у нас очень важные макроэкономические данные. Прежде всего, я имею в виду данные по инфляции. Сегодня у нас локальный отчет, буквально через час, по промпроизводству. Поскольку последние данные по темпам экономического роста указали на реальную слабость экономики британской, я думаю, что промышленный сектор также внес свой вклад, негативный вклад в этот показатель. Я думаю, что сегодня мы увидим хорошую статистику. И еще больше внимания я советую вам уделить на отчет уже среды. Это данные по инфляции. Поскольку, напомню, что Банк Англии, так же, как и ФРС, задумывается о том, когда же все-таки можно начать ужесточение монетарной политики и повышение процентных ставок. Но в последние месяцы они уперлись в серьезную проблему. Это недостаточно высокая инфляция. Можно сказать, даже низкая инфляция. И для того, чтобы принять решение о возможном повышении процентных ставок, необходимо получить серьезное подтверждение того, что дефляционные риски не присутствуют в рамках британской экономики. Этого подтверждения нет. Поэтому в рамках инфляционного отчета я считаю, что мы услышим о еще одном констатации факта снижения данного показателя. И если к этому добавить, возможно, сегодняшние слабые данные по промпроизводству и последний слабый отчет по темпам экономического расширения, думаю, что в целом это как раз тот фундаментальный фон, который может развернуть пару фунт-доллар и отправить ее снова ниже уровня 1.55. Мы рекомендовали рассматривать фунт-доллар с возможностью занятия коротких сделок выше отметки 1.55. Если есть те, кто еще не присоединился к этой инвестиционной идее, поэтому советую снова взвесить все за и против, обратить внимание на те рекомендации, которые делаем мы, и все-таки рассмотреть возможности движения и торговли с этим активом через короткие сделки. Ясно? И еще пару слов про австралийца. Также откройте графики. OutUSD. Также после очередного снижения процентной ставки с 2.25% до 2% Сначала мы увидели не совсем логичное поведение австралийца. Он смог по факту этого решения, вместо того, чтобы ослабнуть, выйти выше уровня 0.8. Сейчас все-таки, опять же, учитывая последние, не совсем влажные, но все-таки для общей картины необходимы макроэкономические данные, указывают на то, что экономика нуждалась действительно в экономических стимулах. Эти экономические стимулы последовали. Но окончательно еще риторику и фокус внимания на то, что больше не нужно предпринимать никаких действий для улучшения ситуации, не нужно упускать из вида также. Значит, комментарии руководителя Резервного банка Австралии Стивенсона о том, что возможный цикл снижения процентных ставок уже завершен, я также считаю преждевременным, поскольку австралиец по-прежнему, на мой взгляд, весьма дороговат против основных конкурентов и против, прежде всего, американского конкурента. И нужно сбивать его, нужно возвращать к более фундаментально обоснованным и логичным уровням, особенно с учетом той слабой макроэкономической статистики, которую мы получаем. Также наша рекомендация была касательно занятий коротких сделок с уровня 0.8. Сейчас пара на какой отметке торгуется? OutUSD. 79.40. 79.40. Можно попробовать посмотреть на текущую динамику австралийца. Если пара снова вернется в район мощного сопротивления 0.8, там поставить отложник. Но если те, кто хочет рискнуть по факту слабых ожиданий и соответствующих наших рекомендаций по коррекции, можно сделать ставку на коррекцию даже уже с текущих ценовых отметок и уровней. Ясно? Вопросы есть, ребят? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов на нашем официальном канале Amarkets. Подписывайтесь на него и оставляйте комментарии под видео окном. Всего доброго. До свидания.